Вы слушаете «Радио России» Ульяновск. Гость студии. Добрый вечер всем, кто нас слушает. У микрофона Алексей Сорокин. Пожалуй, одним из самых популярных музыкальных инструментов современности остается гитара. Мальчишки и девчонки, следуя примеру своих кумиров, учат первые аккорды и мечтают о карьере рок-звезд. Путь этот тернист и сложен, но добиться определенных успехов в игре на гитаре при должном желании все же можно. Главное – не опускать руки, ведь именно руки – рабочий инструмент гитариста. Наш сегодняшний собеседник, один из самых известных гитаристов страны Дмитрий Андрианов, взял в руки гитару в девятилетнем возрасте. Играл в группах, учился в музыкальном училище, пока однажды не оказался в коллективе Дмитрия Маликова. За плечами у Дмитрия Андрианова также большой опыт работы с Олегом Газмановым и Александром Маршалом. Попутно он активно занимается преподавательской деятельностью и сессионной студийной работой. Одним словом, мечта стать музыкантом у Дмитрия осуществилась. Давайте познакомимся с ним поближе. У нас в гостях гитарист Дмитрий Андрианов. Если говорить о гитарной инструментальной музыке, то насколько она актуальна сейчас? Конечно же, сейчас гитара не самый популярный инструмент, как было ранее, потому что современная музыка уже изменилась в формате, уже гитара не так часто используется. Мы знаем, что популярна там рэп-музыка, еще какая-то. Но, тем не менее, все равно достаточно популярная, и, конечно же, ее слушают по крайней мере. Мне кажется, любую музыку слушают в той или иной степени. А откуда вообще у вас возник интерес к этой музыке? Когда в детстве вы взяли в руки гитару, могли бы представить себе, что станете потом одним из самых известных гитаристов в нашей стране? В детстве меня музыка окружала всегда. То есть, у меня родители не музыканты, но отец играет на гитаре любительском уровне. И, соответственно, музыка, которая у нас в доме звучала, это группа популярная в те времена. Там Deep Purple, Led Zeppelin. И, соответственно, там гитара – инструмент номер один, ну, помимо голоса. И, конечно же, мне эти звуки очень нравились, и какие-то первые аккорды или рифы как раз мне отец показал. Ну, и, собственно, этим я сначала несерьезно просто занимался, а потом со временем уже в детском возрасте эта гитара прям сильно меня увлекла. И я все больше и больше стал заниматься, ну, и в итоге это стало моей профессией. Музыка. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эта профессия приносит большие деньги? Принято считать, что музыканты сейчас переживают не самые лучшие времена. Вообще гитарой можно ли сегодня заработать? Я хоть и пишу свою музыку, у меня там три альбома инструментальные, но при этом я же именно ей это не зарабатываю. То есть я же ее не исполняю на концертах. Ну, редко там в каких-то гитарных фестивалях, может быть, там, да, на выставках музыкального оборудования исполняю и там играю. Но непосредственно концертами не зарабатываю этим. То есть я зарабатываю просто игрой у различных исполнителей, там, преподаванием на гитаре, записями в студии. Поэтому не очень этот вопрос ко мне, потому что, может быть, вот там есть вот прекрасные гитаристы, там, допустим, Сергей Табачников, у нас один из самых популярных. Сергей, мало того, что и пишет музыку, так и работает только сам на себя. То есть он ее исполняет и постоянно дает концерты. Играет музыка. Играет музыка. А есть ли у нас в стране довольно хорошая гитарная школа? Принято считать, что школа на Западе, она более качественная. И поэтому там много хороших гитаристов. А как обстоят дела у нас в стране? Есть ли у нас хорошие преподаватели, которые могут воспитывать виртуозов, гитаристов? Да, конечно. Ну, естественно, у них, то есть на Западе, это же первично, от них все пошло. Конечно же, у них сама культура этого более давняя. И преподавание, и исполнение. И мы все равно на них все время оглядываем. Конечно, у них традиции, все у них больше. Но сейчас из-за того, что интернет, и сейчас я смотрю уже, там, молодежь играет очень здорово. И уже все границы открыты. Кто-то ездит туда учиться или на какие-то курсы. Или по интернету, можно по скайпу сейчас взять уроки у любого преподавателя с любого конца мира. Так что, я думаю, сейчас уже сравнивается, конечно же. Но все равно здесь просто я сейчас начал об этом задумываться. И там есть такой момент. В определенном моменте развития музыканту нужна среда, которая ему поможет сделать новый шаг. Потому что, допустим, дома, беря уроки, неважно, там, в музыкальном училище или частные уроки, там, по скайпу или еще что-то, или по книгам. То есть мы можем до определенного этапа сильно развиться. Но по-настоящему какой-то вот скачок для музыканта, для гитариста, неважно, инструменталиста, это только когда он попадает в нужную среду, начинает профессиональную, начинает играть с разными музыкантами, разную музыку, выступать, концертировать. И вот этой среды часто у нас не хватает. Допустим, если в Москве она еще, конечно же, есть, но, конечно, не сравнить, допустим, с американской или европейской музыкальной тусовкой, средой, то кроме Москвы этого практически нет нигде. И вот у меня много друзей, музыкантов, гитаристов не из Москвы, там, в регионах. Тары мои друзья, общаемся. Я вижу, что ребята здорово играют, все в порядке. Но вот им для того, чтобы сделать еще один шаг, прям сильно ступеньку выше, им вот этого не хватает. Они играют там в каких-то группах своих региональных, работают там в кавер-группах, авторскую музыку. Но все равно уровень музыкантов и уровень, где ты это играешь и так далее, не хватает для того, чтобы еще подняться выше, там, на ступеньку, как музыкант. Так что вот среда, вот еще такая вещь необходима, не забывать об этом. Не только там выученные этюды, соло там дома на диване, там можно много чего выучить и записать. Музыкальная среда очень важна. Музыкальная среда очень важна. Музыкальная среда очень важна. Вот если говорить об этой музыкальной среде, то существует ли, например, какая-то общая такая музыкальная тусовка, где музыканты обмениваются опытом, дают друг другу советы? Есть, понятно, сейчас тематические группы там ВКонтакте, Фейсбуке, на музыкальных форумах. То есть люди где-то общаются все равно. Я слышал, что у барабанщиков есть более дружное сообщество, то ли барабанда, что ли ВКонтакте. Там где прям и известные барабанщики, такие, которые известные в России, и начинающие. И там все очень достаточно дружно общаются. Вот у гитаристов есть такие группы, сообщества там, допустим, в той же ВКонтакте. Но, по-моему, все-таки это не так массово и развито. А так, в основном, все общаются просто лично, знакомятся на всяких там фестивалях, джемах, еще что-то. То есть вот и общаются друг с другом. Соответственно, развивается круг общения. Ну, такого, чтобы какая-то это была площадка, они есть, но не так уж прям сильно развиты, как хотелось, наверное бы. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» А вот если говорить о позиции гитары в целом, то уступает ли она сейчас своей позиции? Ну, я думаю, конечно, да. Современная музыка в ней та, по крайней мере, которая больше слушают подростки, или там крутится по радио, или в топах просто там где-то на Ютьюбе. Она, конечно же, в ней немного гитары. Конечно, она наступает. Но при этом я смотрю, что все равно достаточно большой процент и подростков, которые слушают музыку гитарную. Вот опять же, я же преподаю давно уже гитару. И у меня много подростков, которые вот слушают тоже вот рок-музыку. То есть, если западные исполнители, да, это там что-то потяжелее. Ну, там «Рамштайн», допустим, или какие-то еще более тяжелые. Ну, «Металлика» всю жизнь все слушают. Если наши исполнители тоже слушают. «Панк-рок» очень любят подростки. Ну, «Король и Шут» уже нету. Ну, допустим, «Порнофильмы» я смотрю. Ребята очень слушают такую группу. Ну, то есть, слушают, слушают и играют. Ну, просто, конечно, я думаю, что не в тех количествах, как, допустим, 20 лет назад, когда вот там 90-е, я начинал учиться на гитаре. Я тогда, помню, был больше, конечно, бум на это. Сейчас, наверное, все-таки поменьше. Ну, вот довольно интересная ситуация получается. Гитары становится мало, но, тем не менее, она до сих пор остается популярным инструментом у подростков. В чем этот феномен? Ну, а скрипка там тоже популярный инструмент. Люди же учатся там в музыкальных школах, на скрипке. Но даже не то, что феномен, но просто на вкус и цвет, кто слушает там музыку, тот, соответственно, хочет на этом инструменте пытаться играть. Я уверен, что было же популярно, не знаю, как сейчас там вот это диджейство. Подростки, кто слушал там какие-то вот эти... Биты. Биты, да. Они же просили родителей купить им эту вертушку или какую-то там программу ставили себе, ноутбук, и тоже пытались делать эти биты там и так далее. И столько было курсов диджеев, и то, что подростки тоже было интересно. Ну, вообще, гитара, это, конечно же... Я просто стараюсь сейчас так рассуждать без личностных каких-то привязанностей. Для меня, конечно, гитара – это просто все. Я вообще считаю, что рок-музыка – это огромный пласт душевный, это столько в ней эмоций, что... По мне бы вообще, чтобы рок-музыка чуть ли бы и не в школе ее преподавали. Потому что я считаю, что она очень глубокая, разносторонняя, и только хорошо влияет на развитие детей, допустим. Поэтому я в этом плане человек неравнодушный, естественно. Поэтому я так сейчас стараюсь более мягко об этом рассуждать. Не говорить, что гитара лучше всех на свете. Столько прекрасной музыки было создано. Ну, просто там, начиная от Битлз, заканчивая более современными группами с помощью гитары. И гитара там везде очень ярко звучит, хорошо слышно. И, конечно же, это очень должно быть интересно. И, мне кажется, это очень хорошо для интеллекта. Потому что это хорошая музыка, это красивая музыка, правильно. Это не музыка из двух аккордов, где там, как вот сейчас я какие-то включал YouTube, какие-то популярные рэперы. Но они специально так поют, что ни одного слова не разобрать. Там носу и зажимают прищепкой. Ну, вот это... Мне это, конечно, очень не нравится. Хоть я и стараюсь критично не относиться, но это, конечно, совсем не то, что хотелось бы. Потому что музыка, там должна быть мелодия красивая, слова какие-то, образы, звуки. И, к сожалению, часть современной музыки, которая сейчас популярна, она совсем под эти критерии никак не подходит. У вас есть несколько инструментальных альбомов. Что вы хотели донести этой самой музыкой? Я как музыкант, как гитарист, когда научился, развивался... Ну, собственно, сейчас я, конечно, тоже учусь, развиваюсь. Это всю жизнь это происходит. То есть просто в разные этапы своего развития возникали какие-то идеи. Обычно все музыканты... Ты можешь играть разную музыку, чужую, но ты все равно... Все что-то потихоньку сочиняют. Просто кто-то посочиняет чуть-чуть, а кто-то сочиняет много. Мне почему-то всегда нравилось сочинять. И поэтому, когда этот материал накапливался во время обучения, я подумал, почему бы его там не записывать. То есть записала одну композицию раз, всем понравилось. Думаю, надо еще записать. Ну, так вот и получалось. То есть это было само собой. То есть у меня не было каких-то амбиций, что я буду это где-то исполнять. То есть понятно, что мои кумиры громко сказаны, но гитаристы, на которых я ориентировался, и мне нравятся. Они, как правило, сольные, играют инструментальную музыку. Джо Сатариани, Стив Вайт, Энди Тимманс. Многие. Но я как-то не думал о том, что я буду эту музыку исполнять прям как они. Прям концерты большие. Мне достаточно было... Я себя комфортно ощущал в рамках группы. Есть вокалист, есть песни. Поэтому я это просто делал. Просто хотелось. И единственное, как правило, каждый альбом был связан с какими-то вешками, что ли, в жизни. То есть когда музыкальное училище я закончил, как раз выпустил первый альбом. То есть такое вот крупное событие, окончание училища музыкального. Потом спустя какое-то время тоже какой-то был прорыв, что ли, не знаю, в жизни. То есть я прям почувствовал, что надо еще записать там. Крайний третий альбом вот когда был. Три года назад. Ну, конечно, все равно надо себя так подгонять. Потому что первый альбом, я помню, мой друг, хороший старший товарищ, музыкант, актер. И он мне говорит, видишь, что у меня получается? Я сделал одну композицию, две. Он говорит, запиши альбом. Говорю, Игорь, ну какой альбом? Это же сложно, это же долго. И вот он меня заставил прям. И огромное ему спасибо, потому что это действительно очень нужно, по крайней мере, было мне. Для развития, для всего там. Ну и плюс, конечно же, я очень рад, что многим тоже это нравится, слушают. Субтитры сделал DimaTorzok А пишется ли сейчас новый материал? Есть ли в планах новый альбом? Крайний альбом, который три года назад вышел, ну это большой труд. Я его несколько лет записывал. И эмоциональный труд, и физический, и затратный по финансам тоже. Поэтому я пока, конечно, не готов. И сейчас такое время, что я смотрю, альбомы уже, конечно, не так актуальны. То есть вообще сейчас время короткого формата. Если раньше все выпускали альбомы, выпускали видеошколы, там, часовые. Сейчас все короткие ролики учебные, три минуты, время, можно сказать, синглов. То есть все выпускают один трек, но максимально его, допустим, раскручивают. Обязательно на него снимают видео. И поэтому мне вот сейчас больше нравится вот этот жанр короткого сингла. И вот как раз вот альбом-то я выпускал три года назад, а вот в том году и в этом я как раз вот выпустил два сингла, если можно так сказать. Но это не моя музыка, а мне год назад это была песня «Нежность» Александра Пахмутова. Я ее сделал в инструментальном варианте. И как раз вот по этому сценарию, то есть я максимально качественно старался сделать аудио. Мы сняли клип друзьями с музыкантами. Я постарался максимально распространить сети. А вот буквально там в сентябре, вот два месяца назад, вот «Лебедина верность» песни Евгения Мартынова. Тоже я сделал инструментальную версию, тоже снял видеоклип, тоже до сих пор стараюсь максимально это распространять. То есть мне вот в таком сейчас в виде нравится, то есть когда там не знаю с какой периодичностью это будут делать. Ну вот то есть аудио и видео и максимально это вот так ярко, качественно. Почему «Нежность» или «Лебедина верность»? Ну потому что, допустим, вот эти песни мне всегда очень нравились. Мне тут же уже начинают говорить «Давай альбом такой музыки», там вот еще куча песен советских композиторов, там или русских, или российских». То есть я начал уже так перебирать, но пока ничего не нашел, то что мне может так зацепить, чтобы я еще это сделал. Я же делал это не просто так, типа «Ага, дай-ка бизнес-план, сейчас я сделаю песню «Лебединую верность». Это просто реально, мне эта песня нравилась, так я ее играл, играл, обыгрывал, обыгрывал, и она вот получилась. То есть это же по настроению вещь такая. И тем более в прямую это мне не приносит каких-то там денег. Поэтому это, конечно же, можно сказать, очень приятное хобби, поэтому я не знаю, во что это вылится. Может быть, я через полгода сделаю еще один кавер на какую-то русскую песню, а может действительно потом будет альбом, а может быть на этом закончится. Может, я через полгода сочиню какую-то свою мелодию и ее сделаю. Ну то есть это такой момент творческий, и никто в этом плане меня не подгоняет, и поэтому... Ну я стараюсь сам себе это творчество развивать, потому что это очень большое удовольствие, когда ты записываешь именно какую-то свою музыку. То есть приятно, конечно, работать с разными артистами, играть их музыку, все это здорово, но когда ты занимаешься своим творчеством, то есть это прям очень такой свой большой в этом кайф есть, который нужно испытывать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий, за свою творческую карьеру вы сотрудничали со многими известными артистами. Давайте нашим радиослушателям расскажем об этом в вашем послужном списке. С кем было работать интереснее всего и о каком из времени у вас остались самые теплые воспоминания? Ну такого, конечно же, нельзя выделить какого-то артиста, потому что во все периоды жизни то есть это был отличный опыт и просто он разный и все периоды своего сотрудничества с разными артистами я с удовольствием вспоминаю, какие-то были яркие моменты. То есть начинал я в группе Mad Dog, она и сейчас существует, и периодически мы даже играем вместе, это еще в 90-е. А потом уже были поп-артисты, там Дмитрий Маликов, я его несколько лет работал, Тамара Гверцители, долго работал Олег Газманова, 9 лет, участвую, Александр Маршал работаю, а вот в этом году участвовал Сал Борисовна Пугачева, вот у нее был концерт в Кремле, который сейчас выходит в кинотеатр юбилейный, там вот месяц назад мы в Минске с ней играли, так вот я такие самые крупные перечислил, и со всеми отличный, очень интересный опыт, поэтому все по-своему запомнились, ну допустим, Газманом, я тоже дольше всех с ним работал, там конечно поездки запомнились, особенно такие вот интересные, которые были, допустим, мы с ним были на Олимпиаде в Ванкувере на зимний, мне очень понравилась сама страна, Канада, город Ванкувер, то есть очень красиво, мы там 5 дней что ли были, то есть получилось погулять, посмотреть, то есть вот это одна из прелестей гастролей, что можно побывать там, где очень сложно добраться. Сал Борисовны, допустим, запомнились, конечно, вот насколько ее любит и даже легендарная наша певица, насколько ее принимает публика, какое количество вообще оваций, цветов, то есть, конечно, это потрясает, то есть вот как бы прикоснуться к такой легендарной певице, женщине, побыть с ней рядом на сцене и увидеть вот этот действительно размах. Везде свои какие-то запоминающиеся моменты, безусловно. Алла Борисовна до сих пор сохраняет свою форму? Да, поразительно. Ну, такие люди, они, которые все-таки вот большие артисты, они поэтому такие большие артисты, известные и обожаемые, потому что они действительно большие трудоголики, люди очень мощные и по харизме, и по таланту, только пример можно с них брать. КОНЕЦ КОНЕЦ Вы объездили всю страну, были неоднократно за рубежом. Какие тяготы и лишения приходится испытывать музыканту, артисту вдали от дома? В основном это дорога, потому что то время, когда мы играем концерт, это большое удовольствие исполнять какую-то хорошую музыку на сцене с гитарой, улыбаться, там люди хлопают, а вот все остальное время, это переезды и, естественно, недосыпания. То есть, вот это, конечно, иногда достаточно дается легко, иногда прям бывает несколько суток, а не спишь, там по два, по три часа в день урывками, то самолет, то автобус, то поезд, ранние репетиции, ну то есть, вот именно вот дорога. Дорога, она бывает иногда очень тяжелой, в основном выходной на гастролях не получается. Обычно концерт очень плотный друг за другом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как вы оцениваете музыкальную жизнь в регионах страны? Наверное, вы все видите своими глазами, сколько музыкантов в тех или иных регионах, как они живут, на каких площадках приходится выступать, в каком они состоянии. Сильно ли отличается ситуация от той ситуации, которая есть в крупных городах? Ну, то, что я видел, в принципе, хорошие клубы есть и в регионах, и в Москве они не лучше. Просто в Москве, если их чуть больше, ну, так в Москве народу побольше, там, в несколько раз. А по оснащению, я смотрю, сейчас там и в регионах прекрасная аппаратура есть и все. Просто количество людей, интересующихся живой музыкой, естественно, оно может быть везде даже одинаковое, что в Москве, что там, в Ляновске, в Саратове, или в Пензе, ну, просто из-за того, что количество людей в Москве больше. Поэтому вроде как бы и кажется, что людей больше интересуются. А нет, просто из-за того, что людей больше. Это как вот я слушал интервью, то есть Антон Давидянс, наш знаменитый бас-гитарист, который работает в Западе, и он в Китае вот сейчас живет и работает. И он рассказывал, там же очень много людей в Китае. И он говорит, вот обычный мастер-класс я проводил в Москве, приходило там, не знаю, там 70 человек. И такой же мастер-класс я провожу в Китае, но из-за того, что там людей в 10 раз больше, так там уже 700. Вот и все. Просто все на 10 раз умножается. Мастер-класс Мастер-класс Давайте с вами дадим несколько советов молодым музыкантам, с чего нужно делать им первые шаги в музыке и как вести себя в каких-то сложных ситуациях, когда хочется все бросить. Во-первых, важно найти хотя бы в начальном этапе хорошего преподавателя, потому что очень важно правильно поставить руки и вообще задать вектор направления развития. Не важно, это гитара, там ударный, вокал, то есть на любом инструменте. Потому что потом очень сложно исправить, когда человек уже много лет неправильно играет. Поэтому, если нет возможности постоянно ходить к преподавателю, финансовые там, или вас в городе нету, ну хотя бы возьмите по скайпу, там, не знаю, из Москвы у хорошего преподавателя, там, 3-4 урока. Но это обязательно надо, потому что вы поймете правильно как мировоззрение, подход к этому и так далее. Потому что это поможет очень сильно. Ну а дальше уже все зависит от вас. А насчет каких-то сложностей, которые могут возникать, как не опустить руки, ну здесь слишком сложный момент на эту тему, чтобы рассуждать. Потому что у всех еще разный бэкграунд, так называемый. Вообще психологическое состояние у всех разное. Есть люди более подвержены, да, к какому-то самокопанию или депрессиям. Кто-то покрепче. Плюс зависит от того, какая семья, что у кого-то, допустим, там, хорошая крепкая семья, там, родители, все живы-здоровы, крепко финансово устойчиво. То есть каким-то людям легче в итоге идти, да, кому-то тяжелее, допустим. Не только даже финансово, а просто разное. Даже есть же какие-то психологические моменты, моральные, там, финансовые. Потому что это все нам же встречается постоянно, каждый день, вот эти все моменты. И, соответственно, они нас либо помогают, либо мешают. И вот как-то вот надо стараться окружить себя достаточно комфортно, чтобы и условиями, и психологическими, и так далее, и бытовыми. А как вот, если вот какие-то неприятности или что-то не получается? Ну, вот здесь как раз всегда такой момент, что кто-то бросает. Я бы единственное, что бы посоветовал. Были такие примеры. Ребята некоторые там просто бросали гитару, типа говорят, ой, мне сейчас там надо работать, там что-то ребенок родился. И вот они как-то очень сильно либо сначала занимались, потом бросали, вообще гитару убирали и продавали, потом опять возвращались лет через пять. Не надо крайностей. То есть, если у вас нету там несколько часов в каждый день заниматься на гитаре, но вам хочется, зачем вы себя заставляете, допустим, убирать гитару, продавать? Ну, просто играйте. Это же большая радость играть на музыкальном инструменте. Ну, нет у вас возможности заниматься много. Вы понимаете, что, может быть, уже просто оставьте себе гитару, будет как хобби прекрасное, играйте. Просто я всегда против вот этих крайностей, когда люди бросают то в жар, то в холод. Типа, нет, я теперь буду играть по шесть часов в день, или нет, я вообще не буду играть, то, что у меня не получается. То есть, чуть-чуть поспокойнее. Ко всему надо относиться в жизни. Все будет хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Альберт. У Александра Маршал очень большой творческий путь, то есть, это и группа Парь Горького, которые вот, они были в Америке знаменитые, и собственные материалы разных лет. В середине концерта блок таких вот авторских песен, которые некоторые называют шансоном, там, на военную тематику, лирика, и большие блоки, то есть, песен ударных, которые вот были в Парке Горького, его вот эти поп-рок-хиты, все там, «Белый пепел», «Ливень», «Орел». Ну, то есть концерт очень разнообразный и по накалу страстей, и по музыке, и по песням, то есть и лирика. Так и, собственно, называется тур, как бы рок и лирик. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok